Друзья, добрый день! Сегодня я, Марина Бартель, буду в гостях сама у себя. Каким образом? Я хотела бы рассказать вам о себе, и чтобы ответить максимально на все вопросы, ответить на все, что вы хотели бы знать обо мне, я пригласила в гости моего коллегу Анатолия, и он подготовил, ну, надеюсь, не очень каверзные вопросы. Встречайте! Спасибо, Марина, что пригласила. Я не выступал еще в роли интервьюера у своего коллеги. Это, конечно, всегда интересно. Я думал, придумал вопросы, но решил начать вот с одного. Смотря твои блоги, твои видео, везде пронизывает ностальгическая любовь к Мюнстеру. Хотя живешь ты в Кёльне. Не могла бы ты сказать, почему Мюнстер стал твоей такой очень нежной любовью? Ну, во-первых, у меня есть целое видео, где я об этом рассказываю. Это Мюнстер. Любовь навсегда. Но, конечно, с удовольствием отвечу тебе здесь на этот вопрос. Мюнстер – это первый город в Германии, который я вообще увидела. А я была тогда студенткой третьего курса, точнее, я закончила третий курс иностранных языков в Пензе. И летом поехала в Германию. И этим городом оказался как раз Мюнстер. Это был первый город, который я увидела. Ну и, наверное, как любая первая любовь, он запал мне в сердце и в душу навсегда. Скажи мне, а после первого визита в Мюнстер тебе захотелось жить в Германии или захотелось вернуться в Мюнстер? Первый посыл. Почему вдруг эмиграция? Девушки из Пензы, закончивший институт. Ну, знаешь, это сейчас звучит так, эмиграция. На самом деле, я думаю, когда я ввязывалась в эту авантюру, я не понимала, что я останусь здесь так надолго. Конечно, после первого визита, это был 99-й год, да, то есть, представляешь, что было в то время в России. И это действительно были такие очень смутные, скажем, времена. И я была студенткой, и, конечно, для меня Германия казалась чем-то таким золотым и невероятным. И я, вот насколько себя вспоминаю, кажется, да, была такая мысль переехать в Германию. Но я не собиралась броситься в Омут, я планировала закончить университет, и что я, в общем-то, и сделала. Хорошо, с Мюнстером нам, наверное, понятно, да, еще видео посмотрим, будет более ясно. Я понимаю, студенческий, потрясающей красоты город, наверное, все взорвалось у молодой девушки. А как ты оказалась в Кёльне? Другой тогда вопрос. Почему не осталась в Мюнстере, а оказалась в Кёльне? Ну, после института я вернулась сначала в Мюнстер, и в Мюнстере я прожила 4 года. Я не сразу оказалась в Кёльне. Да. Может, присядем? Давай. Я не сразу оказалась в Кёльне, то есть я прожила 4 года в Мюнстере, я училась в Мюнстере на германистике, я подрабатывала, в общем, вела полноценную студенческую жизнь, скажем так, да. Вот, ну а затем я познакомилась со своим супругом. Ага. А он был из Кёльна? А он жил в Кёльне, да. Был в Кёльне. И таким образом, в общем-то, очень простыл, я перебралась из Мюнстера в Кёльне. То есть простой способ, как обычно. Кёльна, любовь привела тебя в этот город. Именно, именно. Твои первые ощущения от Кёльна, когда ты стала там жить, а не приезжала туристкой? Ну, конечно, для меня это было что-то невероятное. Кёльн для меня это была как другая галактика какая-то, да, то есть как столица, наверное, для многих в России, Москва. Для меня Кёльн действительно был чем-то большим и непостижимым. Ты влюбилась в этот город сразу или понадобилось время? Мне понадобилось время. Кёльн все-таки намного больше Мюнстера, и чтобы здесь освоиться и как-то вообще найти себя, мне понадобилось время. Но Кёльн мне понравился. Скажи мне, а как германист с высшим образованием, академикем, вдруг стал экскурсоводом? Ты знаешь, в моей жизни вообще очень много случайностей, и экскурсовод – это тоже случайность, которая стала такой моей большой любовью. Я переехала в Кёльн, это был 2006 год, это был год, как ты помнишь, чемпионата мира по футболу. И случайно одной моей подруге не хватало рабочих рук и ног, ей нужно было сопровождающие в Мюнхене, и я отправилась сопровождать группу. И вот во время этого заказа я вспомнила о своей давней мечте стать экскурсоводом, и я ее осуществила в Кёльне. Я нашла курсы, пошла учиться, отучилась практически целый год, сдала экзамены и так начала работать. Помнишь твой первый день, своего первого клиента, волнение, страх? Что? Волнение было немножечко, но на фоне того обучения, которое я прошла, мне кажется, любой клиент был не страшен. Дело в том, что моим преподавателем была, хотя и женщина немка, у меня было такое ощущение, что она родом из СССР. То есть это было очень жесткое обучение, у нас было очень много видеоконтроля, мы обсуждали все свои выступления, поэтому подойдя к первой экскурсии, можно сказать, мне уже простых людей было не страшно. А помнишь, Марина, когда я как-то попросил тебя подменить меня с клиентами из города Николаев, и ты совершенно очумевшая закричала, это мои первые клиенты, вот бывают же такие чудеса. Напомни мне эту историю. Да, это оказалась очень веселая история, и да, наверное, я слукавила, когда сказала, что я не волновалась, когда была моя первая экскурсия, она была действительно волнительной, потому что это была группа из 20 чем-то мужчин, их было, в общем, это была большая такая компания, это был пивной тур, и, ну, пивной тур, ты понимаешь, что такое, да, мы из группы ходим из пивной в пивное, и, в общем-то, слушать меня особо никто не хотел, потому что все пришли с выставки, и всем хотелось очень выпить пиво, да, в общем, эта экскурсия меня, наверное, немножечко расстроила, но через 10 лет, ровно через 10 лет, я была, конечно, удивлена, насколько тесен мир, снова встретив своего первого клиента. Да, это очень интересно. Марин, ты не только экскурсовод, ты турменеджер, но сейчас ты и блогер. Я знаю, я следил за твоим инстаграмом, но вот последний год стал таким очень мощным толчком, у тебя появилась группа, большая, многотысячная группа поклонников, что дает тебе инстаграм, да, почему ты тратишь достаточно много времени на него, что ты от него ожидаешь? А, ну, все соцсети, это, конечно же, скажем, вложение в будущее, да, ты прекрасно знаешь, как я, что сейчас у нас нет туризма, но нужно поддерживать связь со своим клиентом, и я надеюсь, что когда-то настанет то время, что люди снова смогут прилетать, и эти люди никуда не потеряются. Скажи мне, ну, с инстаграмом вроде мы немножко разобрались, у тебя большой прирост подписчиков за последнее время, я постоянно... Ну, пойдет. Да, да, да. Вот, но ты не остановилась на этом, и у тебя теперь новое увлечение, затея, я не знаю, как назвать твое желание снимать видео для YouTube-канала. Как ты к этому, почему ты к этому пришла, и что ты считаешь, может позволить сделать YouTube, что не позволяет тебе работа в Инстаграме? Ну, знаешь, во-первых, нужно себя чем-то занять в наше нелегкое время, да, во-вторых, я давно мечтала о YouTube, но я не решалась, и последним толчком стали курсы у известного блогера и коллеги тоже наши, гида из Стокгольма, Иры Стомберг. Этот курс меня, в общем-то, мотивировал наконец-то открыть свой YouTube-канал для того, чтобы, опять же, расширить свою аудиторию, и для того, чтобы после кризиса появились туристы. Кроме того, ты знаешь, хочется донести, что Германия тоже хороша и прекрасна для путешествий, что здесь есть что посмотреть и посетить. Я думаю, что ты знаешь, среди своих знакомых и друзей, и вообще клиентов, наверняка присутствует такое мнение, что в Германии нечего смотреть, что Германия по сравнению с соседней Францией и Италией неинтересна вообще, поэтому хочется, ну, скажем, открыть глаза, что ли, немножечко народу и изменить взгляд на Германию. Скажи мне, Марина, почти 15 лет работы с курсоводом наверняка заставили тебя там летать, ходить, ездить на поездах, на велосипедах, проводить экскурсии, вот. Но последние годы ты еще очень активно плаваешь, плаваешь на круизных... Ходишь, ходишь. Прошу прощения. Ходишь, конечно, на круизных лайнерах. Скажи, мне нравится тебе такая работа? Ну, вообще, мне нравится цыганская такая жизнь, да, и это добавляет разнообразие. И, несмотря на то, что я люблю Кёльн, только ходить и гулять по городу, в какой-то момент, ну, мне лично становится немного скучно, и получается, что круизы, они добавляют пару раз в году, вот это разнообразие как раз. Ну, ты достаточно активно катаешься, и в прошлом году межкарантинная, насколько я помню, ты была на круизах, и, может быть, и в этом году, если поплывут корабли. Да, но это в любом случае не более четырех недель в году, то есть я не живу, как есть некоторые люди, которые работают на круизах, работают там целый год, нет, у меня этого нет, то есть у меня это действительно как такое небольшое дополнение к тому, что я делаю. Марин, я понимаю, конечно, что экскурсии по Кёльну, наверное, твоя короночка, твой любимый маршрут, а за пределами Кёльна куда ты любишь ездить и возить своих клиентов? Ну, за пределами Кёльна, это, конечно же, Рейнская долина, это моя любовь после Кёльна. Во-первых, это очень красиво, это замки, это красивые места, плюс это великолепное вино, прекрасные рислинги и отличные маршруты на погулять, то, что сегодня становится все более актуальным. Ну, ты затронула тему рислинга, Кёльш или вино? Ну, ты прекрасно знаешь, люблю я это и другое, и рислинг, и Кёльш, все по настроению. Марин, я знаю, что ты полюбила Германию с ее всеми радостями, и прелестями, и неприятностями, как в любой стране, но вот здесь ты работаешь, отдыхать куда ездишь, вот что ты любишь, когда у тебя свободное время, поехать в отпуск, куда? Я с удовольствием еду везде, все, что новое, я знакомлю со всеми, я люблю просто путешествовать, да, все зависит от того, сколько свободного времени у меня на это есть, с удовольствием езжу в Италию, люблю Францию, если это море, то в последние годы мне очень полюбился Кипр, но слишком мало на все времени. Хорошо, еще у меня к тебе вопрос, я знаю, что ты родом из Пензы, что у тебя там остались родители, как часто ты навещаешь дом, как получается? Последние годы я часто бываю в Пензе, с удовольствием езжу и вообще в Россию, и на малую родину, в частности, в Пензу тоже, город меняется, город радует, и каждый приезд для меня, в общем-то, это как праздник. Варин, ну, мы с тобой в этот год прожили сложный в нашей профессиональной деятельности, но я думаю, ты тоже надеешься на то, что все как-нибудь образуется. Ну, конечно, надеюсь. Скажи мне, я знал, что ты готовила новые разные маршруты, новые предложения, вот, можешь немного озвучить, что ты сейчас придумала для своих клиентов, когда они появятся у нас здесь? Ну, я очень надеюсь на то, что летом у нас будет внутренний туризм, и в соответствии с этим я подготовила, да, новые маршруты и новые экскурсии. Это по Кёльну, конечно же, кроме пешеходки, это велосипедный тур. К счастью, люди, которые живут в Германии, с удовольствием ездят на велосипедах. Что касается долины Рейна и Мозель, я в процессе подготовки тура на небольшом катере, то есть для индивидуалов 2, 4, 6 человек, да. Ну и, конечно, все, что я делала раньше, я буду делать с удовольствием. Это Кёльн, это соседние города, Дюссельдорф, Бонн, долина Рейна, Мозель, долина Ар. И хотелось бы усиленно в этом году предлагать также пешеходные маршруты по горам и виноградникам, например, да. То есть вандер-тур, как говорится по немецки. Да, вандер-тур, это то, что в этом году, я думаю, будет самым актуальным. Тоже, наверное, будет популярным, да. Марина, я с удовольствием прогулялся с тобой по Рейнскому парку. Задал интересующие меня вопросы, надеюсь, они интересуют и наших зрителей. Зрителей, вот, огромное тебе спасибо. Будем надеяться, что мы с тобой будем еще встречаться и по работе, по живой работе с живыми клиентами. Спасибо тебе большое. Толя, спасибо тебе большое, что нашел время задать мне вопросы, потому что, признаюсь честно, и тебе, и зрителям рассказывать о себе я всегда стесняюсь. И мне кажется, это как-то неуместным и достаточно сложным, поэтому огромное тебе спасибо за твои вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!